Стали известны зарплаты бойцов-участников турнира UFC Fight Night 103. Бен Сондерс заработал $50,000, а его соперник Курт МакГи $45,000, Джол Узон заработал $136,000, а его соперник Марчин Хельд $22,500, Яир Родригес заработал $155,000, а его соперник Би Джей Пен $170,000. Джо Узон поддержал Марчина Хельда после боя с ним на UFC Fight Night 103. Напомню, Узон победил Хельда раздельным решением судей, но сам Джо не согласен с этим решением и считает, что проиграл бой. Он пришел из Беллатар и получил бой с Диего Санчесом на высоте 2000 метров над уровнем моря, который обернулся тяжеленным испытанием. А потом его опрокинули с решением в бою со мной. Это очень дерьмово. Рекорд 0-2 это действительно плохой старт, но сам Хельд реально хорош. Я обещаю, что буду донимать матчмейкера UFC Шона Шелби, постоянно говоря ему, вы должны оставить этого парня. Он действительно очень хорош, сказал Джо. Тони Фергюсон высказался о бои с Хабибом Нурмагомедовым 4 марта на UFC 209. UFC удовлетворили мои требования. Мы проработали финансовую сторону контракта. Я знаю, чего стою. И Хабибу с его дутым рекордом далеко до моих выступлений, до боев, которые я подарил миру. Он никогда не боролся с калифорнийским гризли. Не знаю, какие там медведи у них в Дагестане. Я уже говорил, что мне все равно, сколько стейков там родителям пришлось примотать к его шее, чтобы животным захотелось поиграть с ним. У меня была суровая жизнь с самого детства. И эти его распиаренные тренировки я с радостью пущу под откос. Я вообще другой породы. И Хабиб никогда не встречался с настолько свирепым бойцом в октагоне. Я пробужу в нем страх. Мне не терпится ударить его, сказал Тони. Нейт Диас заплатил штраф 50 тысяч долларов за метание бутылок на пресс-конференции перед UFC 202. И подал заявку на получение боксерской лицензии в штате Невада. И уже разговаривал с Флойдом Мэйуэзером о потенциальном переходе в бокс. Напомню, недавно и Конор Макгрегор также подал заявку на получение боксерской лицензии. Но только в штате Калифорния. Тим Кеннеди объявил о завершении карьеры в ММА. Напомню, в своем последнем бою на UFC 206 Кеннеди в третьем раунде техническим нокаутом проиграл Келвину Гастелуму. А в настоящее время Тиму 37 лет и его рекорд в ММА 18 побед и 6 поражений. Джуниор Дос Сантос заявил, что абсолютно уверен, что в 2017 году он станет чемпионом UFC в тяжелом весе. Напомню, 19 февраля на UFC Fight Night 105 Джуниор должен был провести бой против Стефана Струва. Но тот выбыл из-за травмы и теперь Дос Сантосу ищут нового соперника. Джессика Андраде против Анджелы Хилл 4 февраля на UFC Fight Night 104 Алекс Николсон против Паоло Энрике Косте 11 марта на UFC Fight Night 106 Фирма Стрела представляет новую коллекцию одежды. Толстовки от 1490 рублей и утепленный спортивный костюм. Также в продаже зимняя куртка Бомбер на меховой подстежке. Заходите в группу Стрела ВКонтакте и заказывайте фирменную одежду по доступным ценам. Ссылка в описании. Вы смотрели Fight News. Самые интересные новости ММА.